Так, долгожданный Бэтмен Рыцарь Готэма вышел на Amazon Prime Video, и можно смело сказать, что он не разочаровал. С десяти эпизодами в стиле нуарного триллера, этот взгляд на Темного Рыцаря представил нам нескольких злодеев и создал почти онтологическое ощущение на протяжении всех десяти серий, при этом содержа сильную сюжетную линию, которая развивалась на протяжении всего сериала. Поскольку в каждом эпизоде был свой злодей, я решил ранжировать все серии этого эпизона от худшей к лучшей. Итак, приступим. Вот рейтинг всех эпизодов Бэтмен Рыцарь Готэма. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Номер 10. Эпизод 6. Ночная поездка. Для меня этот эпизод казался слабее других по сюжету и увлекательности. Честно, я не фанат сверхъестественного. И среди всех злодеев шоу «Джентльмен-призрак» Джеймс Креддок был, пожалуй, моим наименее любимым. Так как Бэтмен физически не мог с ним сражаться, это выглядело так, будто мы просто ждали, пока он узнает, какую магию нужно использовать, чтобы победить его. Так что это была игра в ожидании. Все оказалось просто. Добыть немного крови и сжечь контракт. Его претензию на Готэм. Самым интригующим в эпизоде был момент, когда Креддок оказался в трубе «Услуга за услугу» и боялся идти с Линтом и Миднайтом. Жаль, что мы не увидели, что он для него запланировал. Номер 9. Эпизод 7. Движущаяся мишень. Хотя в конце эпизода был неожиданный поворот, я нашел Донну Матапию злодейкой, которая не особо впечатлила или казалась значимой шанс, что они выполнят задачу, которую им поручили. Неожиданный поворот с Барбарой Гордон, а не ее отцом, ставшей целью, удивил меня, но не произвел того шокового эффекта, на который, видимо, рассчитывали. Честно говоря, этот эпизод показался мне скучноватым, без особого напряжения, просто развитие событий. Но мне понравился контраст между началом и концом. Сначала Барбара считала, что преступники заслуживают второго шанса, и тюрьма – не лучшее место для них. Но в конце, после предательства, она поняла, что тюрьма – именно то, что нужно преступнику, и начала видеть мир глазами своего отца, с его точки зрения. Номер 8. Эпизод 3. Поцелуй женщины-кошки. Как и в двух предыдущих эпизодах, этот меня тоже не особо увлек. Мне понравилось появление Мисс Кайл в роли женщины-кошки, и то, как хорошо показали их романтическую искру с Бэтменом. Плюс мне понравилось, как она вдохновлялась Бэтменом для создания своего образа. Больше всего в этом эпизоде мне понравилось, что мы смогли заглянуть в прошлое Брюса, и увидеть, как убийства его родителей до сих пор влияют на него в настоящем. Часть, где он решил наказать каждого преступника, независимо от тяжести преступления, и это сподвигло его поймать Мисс Кайл. Показало, что Брюс просто хотел бороться за справедливость и не терпел никаких преступлений и преступников на улицах, независимо от масштаба содеянного. Номер 7. Эпизод 5. Стресс от ее внимания. На 7-м месте в этом списке эпизод, где раскрывается, что Доктор Квинзель оказывается никем иным, как Харли Квинн. Это было открытие прямо у нас под носом, и я, как дурак, не сразу понял связь. Думаю, потому что я так увлекся историей в первых эпизодах, что полностью погрузился в этот мир. В эпизоде был юмор, но он также был довольно мрачным. Было ощущение предательства, что мне понравилось, так как этого не было в других сериях сезона. Плюс, творчески использовали травмы людей против них, заставляя подчиняться каждому ее слову. Это хорошо связалось с третьим эпизодом, где она объяснила, почему хотела оставить Брюса после терапии. Я думаю, что костюм Харли Квинн выглядел очень круто, и мне понравилось, что она вернулась за Барбарой, когда поняла, что та припаркована там наверху. Это показало ее человечность, что она не просто зло, даже готова пожертвовать собой в конце. Но раз она выжила, думаю, она точно вернется во втором сезоне шоу. Расположение этого эпизода, на мой взгляд, вполне уместно. Это был типичный средний эпизод перед двумя финальными, завершившими сезон драматично и связанными с основным сюжетом. Несмотря на среду и карнавальную тему, он полностью контрастировал со всем, что мы видели раньше, позволяя проявить креативность во второстепенных персонажах и декорациях. Здесь мы начали видеть поворотный момент для Харви Дента и его моральных принципов. Рупер Торн играл с ним и испытывал его, заставляя задуматься, куда двигаться дальше. Я говорил, что не люблю мистику в шоу, но Наталья, как злодейка, довольно крутая. Было жутко смотреть, как она высасывает энергию из людей, чтобы стать сильнее. Когда Бэтмен спас ее от гибели на рассвете, показалось, что в нем есть капля заботы. Хоть она и злодейка, он понимал, ей нужна помощь, особенно после убийства брата. Он укрыл ее плащом, проявив человечность и свои главные ценности. Он не мог просто позволить ребенку умереть. Номер пять. Эпизод один. В коварных водах. Отличное начало для сериала. Я почувствовал, что тут есть тайна, смерть, подозрения, предательство и очень высокие ставки. Это также впервые познакомило нас с Робертом Торном и показало, насколько важным он будет на протяжении всего шоу. Мне понравилось исполнение роли пингвина, его утонченная, но хитрая натура была очень убедительной. Безжалостность, с которой она убила собственного сына, считая, что он предал ее. И то, что она даже глазом не моргнула и не пролила ни слезинки, показало, насколько холодным злодеем она была. Честно говоря, ее можно было бы приберечь до конца сезона. Этот эпизод отлично представил всех персонажей, ясно показав их образ мыслей и взгляды. Например, мы видели, что люди сомневались в реальности Бэтмена, но потом поняли, что он существует. Мы увидели, как Харви Дент подбрасывает свою знаменитую монету, а также узнали, что он баллотируется в мэры. Итак, в первой серии были посеяны все нужные семена, и по ходу сериала они начали прорастать и расцветать. Четвертый. Эпизод 2. Стань злодеем. Мне очень понравилась эта серия. Я считаю, что это был очень творческий эпизод. Детективная атмосфера с нуарным оттенком и неожиданной развязкой. Все это было очень увлекательно. В центре сюжета – исчезновение актрисы Ивон Фрэнсис и главный подозреваемый Базил Карла, некогда влюбленный в нее. Мы думали, что его убили, но оказалось, что он жив и подвергся экспериментам по улучшению внешности ради лучших ролей и шанса завоевать ее сердце. Это было отлично продуманное повествование. Также я считаю, что игра и озвучка Базила Карла были просто безупречны. Низкий тон голоса олицетворял классического кинозлодея прошлых лет с элегантностью и классом. Мотив его горечи из-за собственной внешности и того, что его всегда брали на роли злодеев, побудивший его стать злодеем в реальности, был отличным развитием и смотрелся очень естественно. Его способность менять лицо на кого угодно была очень полезной силой, и когда выяснилось, что это были люди, с которыми общалась Монтоя, и он использовал актерские навыки, чтобы воплотить их голос и личность, это было нечто невероятно творческое и захватывающее, на мой взгляд. Этот эпизод также сфокусировался на детективе Монтоя, дав ей больше экранного времени, чем когда-либо прежде. Этот эпизод определенно заслуживает место в верхней части списка. Номер 3. Эпизод 4. Ночь охотников. Визуальные эффекты в этом эпизоде реально выделили его и сделали запоминающимся по сравнению со многими другими. Это был, пожалуй, один из самых мрачных эпизодов сезона, где Буллок реально убил кого-то, и смерть была ужасной. Поджигатель как злодей мне очень понравился, у него не было мотивов, кроме зависимости от поджогов. Кадр с горящим зданием с его точки зрения был просто потрясающим. Жар от пламени почти ощущался, настолько впечатляющими были визуальные эффекты. Здесь мы впервые по-настоящему увидели, насколько продажными были Буллок и Фласс, действуя сами по себе и готовые подорвать авторитет комиссара Гордона ради власти. Что было опасно, так как они работали с Рупертом Торном. Они убивали, заметая следы, показывая серьезность своих намерений. Это был эпизод, где мы увидели, как общество отвернулось от Бэтмена, но зародилось чувство верности и связь между комиссаром Гордоном и Бэтменом, так как они помогали друг другу, что повлияло на финал. Так что это был действительно отличный эпизод сериала. Теперь на первом месте фактически два последних эпизода, почти как двухсерийная история. Эпизоды 9 и 10 занимают первое место в списке, причем 10 эпизод лучше из двух. Эти серии были посвящены превращению Харви Дента в Двуликова. На протяжении всего сериала мы видели его сомнения, как поступить. Встать на сторону Руперта Торна и стать продажным ради власти, или же соблюдать закон. Мы видели, как он играл на две стороны, и это в итоге стало тем, что он получил травму и уродство, превратившее его в Двуликова. Постоянное раздвоение личности, игра света и визуальных эффектов, чтобы показать две стороны персонажа. Это, на мой взгляд, было самым творческим решением во всем мире. Харви Дент убивал ради мести, но не хотел быть злодеем. Видно, что в душе он хороший человек, желающий творить добро. Однако он был вынужден убивать, чувствуя, что ему выпала плохая сторона монеты. Пожертвовав собой в конце ради спасения Барбары, он умер героем. Не сделая он этого, она бы погибла. Не понравилось, что Бэтмен назвал Пенни Уорта Альфредом в конце, осознав важность человечного отношения к персоналу. Он потерял друга, Харви Дента, о котором заботился. Он чуть не потерял Альфреда и, думаю, понял, что нужно уважать близких людей по-другому. Финальный кадр сезона с Бэтменом на крыше, наблюдающим за Рупертом Торном, мощно завершил историю, показав, что он не оставил попыток посадить его за решетку. Эта сюжетная линия точно будет продолжена. Вот и все. Бэтмен – крестоносец в плаще. Все серии проранжированы. Какая серия вам понравилась больше всего? Вы согласны со мной? Поделитесь мыслями в комментариях.